Осмотреть аспект более духовный такой, он заключается в том, что когда вам плохо, во время того, когда вы голодаете, вы должны говорить себе, я ощущаю себя плохо, и вот это плохое, что я ощущаю, это и есть мой путь стинания при преодолении моего заболевания, понятно? Давайте еще раз, допустим, начинает вам плохо, вы уже не можете, хочется кушать, и говорите, я это посвящаю борьбе со своим заболеванием сустава, чтобы он мне не болел, мое стинание посвящаю этому заболеванию, или я это стинание, или вот эту боль, или вот это страдание, я его посвящаю подавлению своего заболевания. Таким образом, вы или в случае, если вы голодаете, и у вас все хорошо, вы можете говорить, я посвящаю эти страдания своему будущему материальному благополучию, можно голодать, и этот голод является страданием, и такое страдание, оно помогает нашему физическому телу, потому что наша душа обычно включает болезни в нашем теле из-за того, что человек не хочет духовно расти. Сознание при этом может направлять нашу душу и объяснять ей, потому что душа, она тоже как бы прислушивается и понимает. Именно поэтому наши стинания и наши истязания, которые связаны с нашим голодом, они бессмысленны, если ничего не говорить, и они имеют смысл, если их чему-либо посвящать. Допустим, в случае, если человек бедный, он может голодать, посвящая свои страдания своему дальнейшему материальному благополучию. Если человек неженатый или холостой, или там незамужний, то это можно посвящать, вот такие страдания посвящать своему замужеству и так далее. посвящать отдачи своего долга, посвящать там еще...